Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Нет, это вовсе не ящик для хранения фруктов и не скворечник. Это музыкальный инструмент кахон. Музыканты говорят, что он заменяет им ударную установку. Есть все, не считая тарелок. То есть, это бочка, это малый барабан, это хайхет. Все. В переводе с испанского кахон – это ящик. Появился этот инструмент в Перу еще в начале 19-го столетия, но в Европе и России известным стал лишь к концу 20-го века. У меня кахон появился первый в 89-м году. Мне его привез мой преподаватель. Я не стал, конечно, крутить пальцем у виска и говорить, ты что привез, скворечник без жердочки. Но подумал я именно так, задвинул его на несколько лет, он у меня стоял там в качестве табуретки. Кстати, играют на кахоне именно так, сидя. Барабанить нужно по тапе, так называется передняя стенка инструмента. Удар по центру деки дает самый низкий звук. Удар по верхней части – самый высокий. Посмотрите, руки красные. Любое искусство – это боль. Я построиться паз вас должна, но я уже вот правда, я жалею свои руки. Пять стенок кахона. Две боковые, задняя, верхняя и нижняя изготавливаются из прочной фанеры толщиной 10-15 миллиметров. Делается это в том числе и для того, чтобы инструмент мог выдержать вес музыканта. В первую очередь толщина корпуса влияет на громкость звучания. То есть чем толще фанера, тем громче звучит кахон. Звуковое отверстие в кахоне может быть расположено на задней, боковой или передней стенках. Внутри инструмента пять или шесть гитарных струн или подструнники от малого барабана. Дайте я угадаю, это отсюда? Именно так, да, да. Правильно установили, он должен быть к торцевой части, которую мы наденем, да? Да, именно. И сверху мы накрываем крышкой. Чтобы настроить кахон, много времени не нужно, да и специальные инструменты тоже не потребуются. Инструмент для настройки кахона, правильно? Да, да, да. Можно мы сейчас настроим кахон? Конечно, конечно. Да? Как? Вставляете и крутите по часовой стрелке. Несмотря на внешнюю простоту перуанского барабана, сделать хороший музыкальный инструмент нелегко. Человек, который изготавливает кахон, как уверяет мастер, должен быть прежде всего музыкантом и только потом столером. А так звучит национальный армянский музыкальный инструмент дудук. Дудук единственный инструмент. У него в истории нету никаких, ну, ни других народов, только армянские корни у него. Внешне дудук напоминает русскую дудку. Вот только делают его не из камыша или бузины, а из абрикосового дерева. Поэтому дудук еще известен как циранопох, что в переводе с армянского означает «абрикосовая душа». Самое главное, что дерево было на скалах, чтобы человеческая рука там вообще не трогала. Дикое дерево было. Музыка на дудуке часто исполняется в парах. Есть ведущий дудук, играющий мелодию, и второй, исполняющий непрерывный музыкальный фон. То есть надо успеть перехватить воздух, да? Это сложно. Звуковой диапазон дудука небольшой, всего полторы октавы. Но настоящие мастера могут исполнить на этом инструменте все, что угодно. Сыграйте, Бесса Монич. Этот необычный подсвечник изобретения британского дизайнера Бенджамина Шайна. Чем же он отличается от других подсвечников? Все дело в том, что конструкция не позволяет свече сгореть дотла. В середине подсвечника находится пустой резервуар, куда стекает расплавленный воск. В середине подвешен фитиль, вокруг которого из расплавленного воска формируется новая свеча. Вот новая свеча получилась. Оригинально и просто. Но подробнее о свечах и свечных заводиках мы поговорим как-нибудь в другой раз. Не пропустите следующие выпуски энциклопедии изобретений. Пока!